Магазины, салоны, парикмахерские. В черный список АТК попали сотни предпринимателей. Случилось это после прогулок этих людей по улицам Орла. Комитет АТК искал урны, а точнее места, где их нет. Ранее эта работа не была предусмотрена, но сотрудники комитета АТК как раз восстанавливают данный бывший пробел и выдают предписание на установку урны. В Европе урны возле магазинов нечто само собой разумеющееся. Лучшие художники интерьеров соревнуются в их дизайне. В Орле же за установку жестяных контейнеров пока только борются. Иногда индивидуальные предприниматели просто в целях экономии, собственных средств забывают их поставить. Таким забывчивым контролеры напоминали о чистоте с помощью предписаний. Только за месяц их выдали более 120. Почти половина штрафников в советском районе. Причин небрежности называлось миллион. Не так давно мы переехали и привезли с собой старую мусорку, но не успели ее прикрутить. И у нас ее украли. Сегодня вечером должны привезти новые мусорки, уже закрепить. И будем стараться не мусорить и поддерживать порядок возле нашего магазина. Впрочем, поставивших урны оказалось на порядок больше. Когда нам передали предписание о том, чтобы появилась мусорка, больших проблем нас от не составило. Мы на следующий день поехали, купили. Пока в Орле про урны мэрия только начала вспоминать и напоминать. В других региональных центрах, в Астрахани, например, заботу об установке урн взяли на себя группы инициативных горожан. Все, что может сделать комиссия ОТК с нерадивыми предпринимателями, это штрафовать их на 300 рублей при каждой инспекции. Остается только надеяться, что предприимчивые хозяева оценят экономическую выгоду и установят урны. Ведь обычный бак стоит всего 1500 рублей. КОНЕЦ